всем привет и так хотел показать такую вот техническую проблему с компьютером так как мы видим интернета нету то есть но интернет и тут обычно как бы я вижу много сетей вай файнах сейчас не вижу никакой их той которой мы подключены были как бы к нашей домашней нету доступ и вот смотрите от чего все это зависит как я короче вычислил методом тыка в девайс менеджере никаких конфликтов мы не видим у меня отключены 9 вот как бы я его выключаю все время чтобы не выдел ну и вот сетевой адаптер вай фай все на месте смотрите берем его выключаем делаем его дизай был выключился все вай фай пропал совсем теперь смотрите включая него и наибу по шнурку я не пробовал включаться он смотрите чудо загрузился и появились все сети домашние 4 у нас тут есть всякие фриц боксы ну и вот и такое бывает по 10 раз короче за день бывает само включается бывает нужно вот так вот выключить включить то есть ну после этого уже работает все нормально спит тест прогнать то есть до того как я это отследил до того как я это отследил я думал что это в люке на руку на роутере на вай-фай как бы роутере глюки и из-за этого вот что-то происходит так берлинский сервер поехали такая скорость интернета 277 до он год плод поменьше должен быть конечно плод намного меньше выходит как видите это вода фон у меня заказано в пакете 250 мегабит проще вы сами видели это как я понимаю из-за нехватки памяти оперативная но такое происходит когда просто запускается запускается браузер в котором там порядка десяти закладок но они же все как бы не загружаются при старте загружаются одна не вот с этого момента уже начинается какие-то то есть как видите компьютер не сильно плохой тем не менее вот это 10 винда на нем работает вот таким вот образом то есть она регулярно обновляется если я не ошибаюсь я ее не менял как бы после покупки то есть купил ноутбук с этим вот виндоусом и так он у меня тут и короче живет вот такие вот пироги с вай фаями и с нехваткой памятью на современных системах то есть для меня это конечно диковато когда отключаются сетевушка bluetooth еще как бы бывают пропадают пропадают то есть это видимо так называемый софт варной софт варной девайсы то есть они ну короче когда я еще продавал компьютерные комплектующие то начали появляться такие вот устройства которые как бы больше не железом там как бы реализована а идет нагрузка на процессор то есть там это драйвера уже занимаются короче это обработкой нагружают процессор и то есть происходит уже там какая-то обвязка железа на уровне это программном когда как ну по-хорошему это все должно как бы на на аппаратном уровне решаться и вот эти вот вай фай то есть у них там получается наверное как бы нету своего микроконтроллера и этот вай фай как бы нагружает процессор требует ресурсы системы bluetooth опять же такой же то есть контроллеры неполноценные делаются вот опять же bluetooth то есть как она связана с вай фаем короче отпадают девайсы то есть может отключиться колонка вдруг блютузовская сама по себе такие вот проблемы почему я хочу новый компьютер на ну и конечно же видео монтаж видео 4к как бы невозможен то есть мне приходится все время что-то хитрить мудрить давайте расскажу заодно про то такие файлы для чего они вот смотрите камеры записывает в расширении mp4 если мы за диджай и с расширением lrf lrf mp4 это я уже добавил вот еще и вот она записывает такие lrf и вот смотрите для чего это если при монтаже вам тяжело дается вот этот файл ну допустим вчерашний ежик вот вчера я ежика встретил возле магазина его заснял вот смотрите значит получается 50 мегабит в секунду 24 кадра в секунду 2688 на 216 но этот как бы формат еще еще потянется как бы видеоредакторе то есть может это обработать ну вот а если выставить помощнее там уже 4к на 60 не потянет него для этого существует lrf смотрите этот файл занимает 60 8 мегабайт при том что в 4к он будет там уже раза в 3 в 4 больше если еще 60 кадров в секунду то еще добавьте там как бы не слабо процентов 130 еще так как тут всего 24 кадра в секунду и получается а этот файл всегда вот будет оставаться таким почему он такой почему всего 10 мегабайт потому что для сравнения смотрите 960 на 720 опять же на 24 кадра в секунду и всего 6300 мегабит в секунду идет у него поток 6300 когда вот того было там около 50 мегабит а тут всего 6 то есть почти что в 10 раз как бы меньше а на 4к там получается в 20 раз меньше а так у него все пропорции такие же то есть видео такое же то есть можно монтировать начинать проект добавлять в проект вот эти файлы lrf а после того когда у вас уже проект как бы законченный вот вы закрываете его эти файлы куда-то прячете открываете его и когда он их не находит и просит как бы это указать к ним путь то там по одному файлю можно выбрать и вместо них указать вот допустим 4 файлов в проекте будут вот эти вот у вас и вы потом указываете вместо них вот эти 4 смотрите если это на на 600 мегабайт то этот уже почти что 5 гигабайт то есть в 10 раз больше то есть при монтаже вы будете монтировать с помощью вот этих вот чтобы монтаж у вас не тупил а когда монтаж уже закончен и нужно как бы оставить как бы компьютер на генерацию видео то нужно тогда использовать вот эти файлы все что я хотел сказать то есть это намного как бы облегчает монтаж если допустим у вас видео 4к на 60 но у меня компьютер его даже открыть как бы не может то есть проиграть такой файл а монтировать его это для него невероятно тяжело поэтому для слабого компьютера это актуально это диджай вот так вот как бы записывает а на люмиксе на панасонике я такого не нашел к сожалению если кто знает как записывать лоу-рейт в формат одновременно с высококачественным на люмиксе научить научить меня так как я пока не разобрался как это камера речь о таком от люмиксе же с 6 вот то есть ну и я думаю что это вся серия жаж жечь она одинаковая если вы знаете как такое записывать как бы на младших моделях или на старших то и на таком как бы я думаю примерно так же единственное что я в нем как бы еще прошивку не обновлял в этом это в люмиксе прошивочку еще хотел обновить когда его купил но так еще руки нет нет не дошли хотел как бы привыкнуть вообще к нему запомнить как бы эту прошивку а потом уже ее менять все больше нечего сказать не подписывайтесь на наш канал кому как бы интересен канал с такими техническими короче нюансами то есть я как бы технарь и я как бы бывает люблю копнуть и разобраться в каких-то технических моментах то есть это конечно же является частью жизни моей то есть если кому-то такое интересно то подписывайтесь поставьте лайк если вы смотрели меня до конца пока 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 пока